Добрый день, дорогие наши слушатели, дорогие наши ученики! С 2012 года я провожу именно мастер-класс для детей. Это очень мощный курс, очень-очень ценный курс. Но если вы хорошо усваиваете этот материал, хорошо усваиваете этот курс, могу уверенно сказать, что у вас есть шанс стать великим человеком. Действительно, у вас есть шанс, у вас есть возможность быть очень успешным человеком. Если вы действительно хотите этого, добро пожаловать! Кто из вас хочет стать успешным человеком? То есть вы мечтаете, что я вырасту, стану успешным, я вырасту, стану богатым, я вырасту, стану, можно сказать, известным и добьюсь что-то серьезное? Правда? Вот, отлично, очень хорошо. Тогда у меня есть к вам такой вопрос. Кто из вас мечтает, что я вырасту, стану неудачником? Я вырасту, попаду в долгах, я женюсь и потом развяжусь, и я замуж выхожу, потом и развожусь. Кто из вас мечтает попасть в бедности, трудности, быть нереализованными, быть никто? Не хотите? Точно не хотите? Да? Мне надо очень хорошо знать, действительно ли вы это не хотите? Вот, это очень важно, чтобы мы поняли с вами. И конкретно надо определить для себя. Вы на самом деле не хотите этого? Да? Я тоже не хотел бы, правда? Я вас очень хорошо понимаю. Теперь следующая вещь. Тогда скажите мне следующий момент. Если вы действительно решили не попасть в долгах, не хотите быть бедными, не хотите быть неудачниками? Тогда скажите мне, пожалуйста, расскажите, вот взрослые люди, посмотрите на взрослые люди. Ваши знакомые, дядя, тетя и много взрослых людей, одним словом. И подскажите мне, пожалуйста, вот эти взрослые люди, большинство, они реализованы или все-таки нереализованы. Большинство из них успешные или все-таки неуспешные? Большинство из них нереализованы. Так? Или реализованы? Большинство нереализованы и неуспешные. Согласны? Я имею в виду это массовый народ, взрослых людей, которые мы с вами видим при праве. Я тоже это вижу постоянно. Огромное количество людей, массовый народ, они нереализованы. А теперь интересно, послушайте внимательно. Как вы думаете, когда они были в вашем возрасте, когда они были молодеи, в вашем возрасте, они об этом мечтали? Они что, мечтали, что я вырасту, стану неудачником? Или все-таки они мечтали, что я вырасту, стану успешным? Какова была у них мечта? Какова у них была надежда? Какая у них была цель? А как они воображали свое будущее? Я вырасту, стану успешным? Или я вырасту, стану неудачником? Как вы думаете, как они думали, когда они были в вашем возрасте? Скорее, это так. Я тоже так думаю. Я тоже так думаю, что скорее они мечтали, что я вырасту и стану успешным человеком. Скорее, они об этом мечтали. Я тоже так думаю. Скорее, у них были такие надежды. А теперь, внимание, внимание, вот мы попали в такой необычной ситуации. Мы попали в необычную ситуацию, такой необычной вещь, что люди, когда молодеи, они мечтают быть успешными. Они все хотят быть успешными. Они воображают, они мечтают, они думают и так далее. У них есть свои какие-то кумиры, у них свои какие-то там, скажем, эталонные люди, на которые они хотят быть похожи. Когда они молодеи, они уверены, что я вырасту, стану успешными. Но в реальности происходит наоборот. Большинство людей в взрослой жизни не реализованы, не успешные. Несмотря на то, что они в детстве мечтали быть успешными. Получается, что в детстве они мечтали о другом, в взрослой жизни получилось другое. И наши задачи с вами, вот это перемежутка найти, значит, что-то между ними происходит с людьми, правда? Значит, что-то произошло с ними, что раз они попали в это, значит, что-то произошло. И нам надо выяснить, что с ними произошло. Почему так случилось? И когда мы поймем, что с ними произошло, а мы постараемся с вами, что эту ошибку не допускаем. По вашему мнению, что с ними произошло? Почему те, кто мечтал быть успешными, в реальности по-другому живет? Как вы думаете, почему? Ваше мнение. Они сдались, не трудились, слабый характер был, не могли найти свою сильную сторону. Они мечтали, но ничего не делали, возможно. Пожалуйста, все пишите. У них не было цели, боялись выделиться или шли туда, куда идут все. То есть, все, кто идут туда, они пошли. Они не развивали свой талант. То есть, возможно, талант был от природы, но они ничего не делали, что этот талант развивали. Так? Правильно я понял? Возможно. То есть, да, сдались, не хотели стараться. Может быть, и такой был. То есть, по разным причинам. Или не могли бороться со своей ленью. Лень – это убивали их, так? Лень – победили их, скажем, одним словом. Характер слабее оказался. Так? Да. Характер оказался слабее. Угу. Дорогие мои, вот внимание обратите. Я иногда сижу очень постоянно, об этом думаю. Никто же не хочет в детстве быть неудачником. А почему в взрослой жизни так происходит? Дорогие мои, переворот судьбы. Ага, возможно. Возможно. Но, а вы хотите такой переворот судьбы? А вы хотите так закончить? Вы сами. Я задал вам вопрос. Вы не хотите быть неудачником? Вы сказали нет. Так? Вы хотите сдаваться? А вы хотите иметь слабый характер? Вы хотите подвести самому себе? Угу. У вас в голове что-то лампочка загорает? В голове лампочка загорает? Да? Ух ты. Да, это… Я не хочу такого. Я не буду это делать. Загорает в голове как это понимание, что… Ну, действительно так. Почему? Так интересно. Никто не хочет, но так живет. Странно как-то. Дорогие мои, мы с вами, пройдя этот урок, поймем, что надо делать, чтобы вводить ошибки, не допускать. Мы должны иметь с вами план. Мы должны иметь с вами проверенный план. Почему проверенный план? Потому что жизнь, она одна. Жизнь, она одна. Его невозможно потратить на эксперименте, да? Вы же не можете сказать, я экспериментировал, не получилось. А теперь второй жизни буду хорошо жить. А второй жизни не дано. Не успеешь. Поэтому мы с вами к этому вопросу будем возвращаться постоянно несколько раз. Хорошо? Несколько раз будем возвращаться к этому вопросу. Поэтому сейчас я вам скажу так. Сейчас мы с вами будем говорить… Первый урок. Первый урок. Почему люди остаются в итоге нереализованными? Проблема в том, что у них мышление. Мышление бедного человека. Человек не может жить больше, чем о чем он думает. Человек всегда… То есть максимум то, что он делает, он делает то, что у него в голове. То есть у человека нет возможности за пределе своих пониманий жить. Он все равно будет делать то, что у него в голове. За пределе этого он все равно делать не сможет. Уловили? Значит, мышление человека… У вас ручка бумаги с собой? Люди? Ручка бумаги с собой? Да? Отлично. Пишите, пожалуйста, вот так. Давайте пишите дату и пишите, пожалуйста, формирование мышления победителя. Название темы пишите. И пишите. Человек всегда достигает только то, что он понимает. Человек всегда делит то, что он понимает. Вот так и пишите. Граница… Граница достижения успеха определяется уровнем понимания человека. Граница достижения успеха определяется уровнем понимания человека. Граница достижения успеха. Граница достижения успеха определяется уровнем понимания человека. Граница достижения успеха определяется уровнем понимания человека. То есть человек как понимает, так и будет делать. Он больше своих пониманий делать, что не сможет. Вот что самое важное. Человеку не дано делать больше, чем он что? Чем его уровень понимания. Это нереально и невозможно. Вот. Ловили? Теперь. Пойдемте теперь дальше. Поэтому мы начнем с этого говорить. Вот. Сейчас мы будем говорить с вами для того, чтобы у вас формировалось что? Мышление победителя. Если вы формируете мышление своего победителя, вы будете очень много чего добиться. Вы сделаете огромный успех, огромный прорыв. Хорошо? Теперь. Чтобы ваше мышление формировалось, чтобы ваше мировоззрение формировалось, чтобы ваше будущее формировалось, что вы должны делать? Делать инвестиции для своего будущего. Есть несколько инвестиций для своего будущего. Первое – это время. Второе – это что? Деньги. Третье – это усилие. Время, деньги, усилие. Вот эти три инвестиции, которые вы делаете для себя, они формируют ваше будущее. Время, деньги, усилие. Пожалуйста, эти три… Вы пишите это, пожалуйста. Вот этот слайд полностью пишите. Инвестиции для моего будущего. И пишите все три показателя. То есть время, деньги и усилие. Что имеется в виду? Время, деньги, усилие. Для того, чтобы добиться успеха в каком-то сфере, надо выделять время, чтобы изучать эту сферу. Научиться профессионально это делать. Накопить опыт, скажем, да. Например, я хочу стать, скажем, композитором. Мне нужно на это время потратить. Просто желаний маловато. Мне надо вкладывать огромное количество часов. Говорят, что если человек в любом сфере, который хочет стать успешным, если он десять тысяч часов потратит на это, он достигает успеха. Нужно десять тысяч часов потратить успеха, получается, чтобы научиться этому. Но это время. Но если его не инвестируешь, не получится. Десять тысяч часов время. Это первый показатель. Второе – деньги. Например, ваши родители сейчас вложили в вас деньги, инвестировали в ваше образование, чтобы вы научились как лучше жить, лучше, скажем, свою жизнь построить, планировать, добиться большего по сравнению обычных людей. Третье – это усилие. Что это означает, усилие? Усилие – это то, что вы вкладываете, вкладываете усилия для того, чтобы, то есть, трудиться. Например, то, что вы здесь учитесь, то, что вы меня слышите, это маловато, если вы не будете практиковать. То, что вы ходите в школе, то, что вы слышите учителя, то, что ваши, возможно, родители платят и оплачивают вашу учебу. И вы в колледжи ходите или в лице ходите. Или дополнительно какие-то кружки вы ходите, какие-то занятия вы ходите. Но это очень мало, очень-очень мало, если вы сами не будете вкладывать параллельно к этому что? Усилие. Надо вкладывать усилие тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова